Откуда взялась у нас отстраненность? Это очень важное, на самом деле, понимание. Его можно понять только эволюционно. Дело в том, что для человека очень важно было... Помните, я рассказывал про формальную тему? Очень важно было действовать альтруистически. Это очень важно было действовать в коллективе. Что такое «держать в коллективе»? Это значит ограничить свою свободу и дать возможность свободе другому. То есть коллектив – это некая взаимная договоренность, как бы уступить друг другу. То есть каждый человек должен ограничить свой произвол и как бы остановить себя на какой-то границе, я называл ее формальной границе, для того, чтобы дать свободу другому. Вот это умение останавливать себя, вот этот контроль за собой и породило это сознание. То есть сознание возникло не иначе, как способ, каким мы контролируем самим собой. Сначала этот контроль имел только именно функцию как бы сдерживания самого себя в своих импульсах. Потом этот контроль имел как бы другие... Ну, начал приобретать и другие еще возможности и нести еще другие функции. Да, в конце концов, мы стали ассоциировать себя с этим контролем. В принципе, то, что называется, у нас родилось сознание. Да, мы вдруг стали себя осознавать, как мы сейчас говорим. Сознание, еще раз говорю, никакого отношения к мышлению не имеет. Никакого. В сознании есть контроль за самим собой, ничего другого. И оно рождено как контроль за самим собой. Теперь. Самое важное в этой конструкции понять, что такое воля. Потому что кажется, что воля – это акт. Я постоянно не мог никак справиться с этой мыслью. Действительно. Ну, кажется, ну как это так? Волевые акты – это же вроде такая простая вещь, такая понятная. На самом деле, воля – это переживание. Смотрите. Для того, чтобы это понять, надо обратить внимание на то, как воля проявляется феноменально. Феноменально, точнее. Как воля проявляется феноменально. Смотрите. Вот, например, Спасли. Извините, Спасли. А почему, собственно, мы и здесь сидели, а не там, где обычно? Потому что здесь лечить, поворачивать камеру. Раз ее и повернуть. Там-то удобно все гораздо. Ну, в следующий раз будем там делаться. Ладно. Смотрите. Вот, допустим, спортсмен. У спортсмена есть предел его возможностей физически. Ну, человек ведь не знает о своем пределе. Как мы знаем, например, в спорт всегда этот предел можно перешагнуть. Это показывают все эти рекорды мировые, рекорды собственные. Как это сделать? Мы говорим, что сейчас человек преодолевает само себя. Как это происходит? На самом деле он преодолевает само себя эмоционально. Только эмоционально. Вот. Это странно звучит. Я понимаю, что есть некий задел физический, да? Но реально, на самом деле, это звучит смешно, конечно. Даже сейчас кажется. Но реально он это делает. Чисто на эмоциях. То есть он чисто переживает. Он вкладет в некий импульс, который дает тело, вот он вкладет всю, что называется, энергию своей эмоции. То есть все то, что называется спортивная злость, да? Вот есть такое понятие интересное. Из истории мы также знаем, что некие маленькие отряды, если они были заряжены духом, да, неким духом, они побеждали большие отряды. Это поэтому из истории известно, что самое главное в армии это боевой дух, да? Какой-нибудь человек, например, были берсерки такие, да, в русской армии, которые могли... Ну просто шли на смерть, им было все равно. Они вылетали в гущу врагов, там смещен, там какими-нибудь полуголами, там, и там просто раскидывали всех, там просто направо и налево. На самом деле их силы утраиваются, когда возникает эмоция. Моя мать, вот, у нас был пожар, я с маленьким братом находился в доме, все заволокло дымом, как бы мы спасались тем, что выглянули в форточку и как бы дышали свежим воздухом по очереди. Те мы спаслись. Так вот, когда моя мать зашла, открыла дверь, извини, там, и увидела, что вот мы тут горим, да, как бы увидела огонь, она флягу, которую впоследствии даже сдвинуть не могла, она подняла как перыш, как ведро просто. Огромную флягу воды, там, не знаю, литров, там, не знаю, там, может, пятьдесят, там, просто водопотопка понять не могла, как свечилась. И всю эту флягу, вот, как из ведра, просто прямо на огонь пылила. И такие ситуации, когда люди даже машины поднимают, да, как бы вот в этой ситуации, это не просто какие-то странности, да, как может показаться. Это именно вот эта заряженная эмоция, которая усиливает, утраивает, удесетеряет этот акт, который совершает себе этот акт. Ну, это я просто какие-то специальные примеры, чтобы просто пояснить ситуацию. Теперь, что такое дальше воля? Вот, первое проявление воли – это в спорте, да, когда есть некие акты, вот, не получается, не получается, человек со злостью вдавливает в какой-то акт всю свою эмоцию и, на самом деле, преодолевает эту телесную свою, как бы, закрепощенность, да, и совершает некое преодоление себя. Это первая возможность. Вторая возможность, вот, вторая возможность, это касается прежде всего меня и вообще то, что называется волевые люди. Вот, если вы заметите, все волевые люди, они либо очень злые, либо очень, как бы, такие, имеют то, что называется, такой, как это называется, склочный характер. Почему? Вот сейчас я просто объясню. Тут действует другая логика. Вот представьте, что вот человек находится в нейтральном состоянии. Как заставить себя что-то делать? Ну, все устраивает. Сидеть спокойно в кресле и телевизор, там, вроде, все смотрит, там, где-то он сыт, там, одет, там, там, ничего ему не надо, да, вот. Люди, если попадает в ситуацию, когда ничего ему не надо, как бы, да, вот, нет таковой биологической необходимости что-то делать, они перестают что-то делать, они просто сидят и буквально ничего не делают. Ну, чаще всего около телевизора. Как заставить себя что-то делать? Вот волевые люди это научились делать, они делают следующее, они создают эмоцию неудовольствия. Чисто внутри себя порождает их фантомную эмоцию, которой нет. Эмоции это нет, но они, как бы, вот, создают вот это переживание неудовольствия собой, да, и заставляют тем самым этим переживанием организм что-то делать. То есть, они постоянно живут в этом неудовольствии, он не доволен, я постоянно не доволен, пусть им я про себя рассказываю, я постоянно не доволен собой, я поэтому заставляю себя что-то делать. То есть, я заставляю организм из ситуации некого равновесия двигаться за счет того, что создают, как бы, вот эту отрицательную эмоцию, как бы, вот, втягивающую эмоцию неудовольствия, и организм что-то делает. Потому что он, организм всегда стремится к некому состоянию покоя, да, либо состоянию удовольствия, да, вот, ну, по крайней мере, покоя. Избегает, мы знаем, что организм избегает страдания, естественным образом, да, дергивает руку, там, допустим, горячую, там, или, там, а это старается избежать боли, да, и стремится к некому удовольствию. Ну, по крайней мере, находится в неком равновесии, да, как бы, в неком, как бы, ситуации спокойствия. Так вот, волевые люди создают ситуацию напряжения внутреннего, внутреннего неудовольствия, и заставляют организм двигаться, удовлетворять это, что-то сделать для того, чтобы это напряжение снять. И возникает, если человек, такой волевой человек достигает своей цели, возникает релансация, да, и организм получает свою долю подкрепления, да, он получает свою долю удовольствия. Но это удовольствие странное. Это то самое платоновское удовольствие, о котором любит говорить Игорь, да. Сначала было некое страдание, которое создано искусственно, а потом, благодаря этому страданию, возникает переживание удовольствия, на фоне, на фоне контраста, на контрасте. Вот, это вторая ситуация. И есть еще третья ситуация. Третья ситуация самая сложная, она как раз говорит о том, что люди прошли очень большой путь, путь того, как они научились управлять самими собой. Третья ситуация связана с мышлением. Человек может в мышлении задумать что-то, какую-нибудь планку, поставить перед собой какую-нибудь цель, и потом его достигать. Дело в том, что когда я говорил о втором понятии воли, это воля, как бы, можно было бы сказать так, тактическая. Да, вот есть некая тактическая воля, я недоволен собой всегда. Я утром просыпаюсь с собой недоволен, я прихожу на работу с собой недоволен, я сижу сейчас с собой недоволен, как бы, я недоволен собой всегда. И везде. А, это как бы тактическая воля. А вот есть стратегическая воля, да, когда я, допустим, стремлюсь достигнуть некой цели, какой-то далекой, да, и там вот, и эта вот далекая цель, она вот, как бы, вот, я ее должен когда-нибудь достигнуть. И я специально работаю над собой, постоянно об этом думаю, постоянно что-то делаю, постоянно себя иннервирую, да, для того, чтобы эту цель постоянно видеть и с ней постоянно стремиться. Вот это третье проявление воли. Во всех этих трех проявлений воли видно просто одно сквозное, одно сквозное свойство, которое состоит в том, что воля представляет собой никакой не акт, а просто переживание. Воля – это переживание преодоления, с одной стороны, реального преодоления человеческой, как бы, ограничивающейся физической, допустим, в спорте. Второе, в смысле, преодоление собственного неудовольствия, которое генерируется искусственно, да, волевыми людьми. Вот, допустим, жена Лёхи Кашина, она, как бы, такая волевой человек, но у нее характер странный, да, он странный характер у меня, да, допустим, все люди всегда это же. Это просто, это на самом деле проявление просто воли. И третья суть, когда человек ставит перед собой целью, он, может быть, в тактическом смысле не очень волевой, но как бы в стратегическом, он постепенно, не торопясь, в спокойной обстановке достигает своей цели. Допустим, ученый, да, физик, он постепенно, там, не торопясь, может быть, в конце жизни он этой цели достигнет. То есть такая далекая стратегическая цель. Вот, что такое воля. То есть воля – это переживание. Любопытно, получается, да, что как? Как мы собой управляем? Мы же всегда думали, как? Что мы порождаем новую причину, как я всегда говорил, да, новую причину, в мире причин, и это, в этом и состоит наша свобода. На самом деле, наша свобода состоит только в том, что мы можем выбирать из импульсов, которые порождает субъект акт. Субъект акт связан с нашей детерминистической реальностью, детерминистически полностью. Но наша детерминистическая реальность, она разветвлена. Одновременно генерируется много разных импульсов. И со стороны тела, да, со стороны, там, вот, теперь как раз мышление говорю, со стороны мышления, да, вот, если у нас очень развито мышление, оно постоянно генерирует какие-то мысли. Со стороны социального целого. Я тут только рассказывал частность, да, какую-то, о том, как работает человек. А на самом деле человек, встроенная система, внутрь социума. Почему? Потому что если мы управляем собой извне, то мы не можем это делать не иначе, как в социуме. Потому что контроль над собой нужен только в социуме. Только в социуме мы должны собой контролировать. Если я нахожусь один дома, я могу себе позволить что угодно. Могу жить как угодно. Да, если я нахожусь на небитаемом острове, ну неужели я буду собой контролировать? Да просто это, буду жить, не задумываясь ни о чем. То есть на самом деле, оказывается, и пока это требует дальнейшего исследования, мы на самом деле собой владеем только в смысле отрицания. Только в смысле выбора между двумя импульсами и выбора, какие импульсы подавлять, а какие импульсы усиливать. То есть свобода состоит в усилении и подавлении импульсов. Теперь, помните из формальной этики, что я говорил, что позитивная этика состоит в том, чтобы осуществлять, поставить перед собой, ну, реализовывать свою свободу, да? Вот теперь в смысле, как по сознанию, этой реализации свободы состоит в чем? Она состоит в том, что мы, как ни странно, должны на самом деле управлять, то есть должны использовать свои импульсы на некий цель. То есть у нас всегда порождается много импульсов. Мы должны вот как-то уметь в них лавировать. Я когда сюда шел, я подумал, допустим, есть такой импульс, как тщеславие, да? Этот импульс чисто социальный. Этот импульс возник исключительно, я думаю, генетически закрепился, исключительно из того, что из поколения в поколение поступки, направленные на благо целого, то есть на благо собственного, да, поощрялись, да? И человек получал релаксацию, да, когда его хвалили за то, что он действует на благо целого, да? Когда вот там, выдающийся человек, там и помогает ближним своим и так далее. Так вот, получается, что на самом деле стыдиться тщеславие глупо, но уже на самом деле используют тщеславие для того, чтобы реализовать свою свободу. Потому что другого возможности у нас нет. У нас есть некие импульсы. Они дотерминистически связаны с миром. И мы можем только их использовать. Допустим, вот есть импульс тщеславие, да, хочется прославиться. Понятное дело, что это самое интересное. Этот импульс, видите, не наш. Это импульс, вот этот субъект тактов, это, если брать в общение, это некое наше тело. Субъект тактов, он не является одним субъектом. Это многообразие субъектов, которые в нашем теле живут. Их там много, допустим, субъект чтения, субъект видения, субъект говорения и так далее. Это все разные субъекты. Они друг с другом непонятно как связаны. Это даже, ну, я не знаю, следует ли, можно ли это изучать или нет. Можно в эту тему тоже вдариться, изучать человека, читать. Пытаться в эту сторону тоже можно развиваться и пытаться что-то исследовать. С точки зрения философии это просто не очень интересно. Так что я хотел сказать? Я хотел сказать, что надо страсти, которые у нас есть, оседловые, использовать их для того, чтобы двигаться в нужном нам направлении. Вот если у кого-то есть, допустим, страсть какая-то, страсть к чтению, значит, надо с помощью страсти чтения на нее садиться и двигаться в нужном тебе направлении. Если у кого-то есть страсть к чтению, значит, надо брать это чтение и двигаться. То есть мы двигаемся именно так. Мы используем вот эти импульсы, которые постоянно генерируются. Садимся на них и двигаемся дальше. Вот теперь, как бы, Александр, к рассмотрению того вопроса, который я обещал, сказать, почему на самом деле нужно, допустим, записывать ролики, почему нужно вообще что-то делать. Ну, просто потому что этот способ, каким можно себя на что-то подвигнуть. Это, смотрите, я в некотором отношении пытаюсь, как бы, раскачать самого себя с помощью числа. Я, как бы, пытаюсь на этом педалировать. То есть я, вот, выставляю ролики, возможно, кто-то посмотрит эти ролики, да, там, условно говоря, может, возможно, будет какая-то слава, но мне важна не сама слава, да, не как сама цель. Мне важно то, что с помощью этого я куда-то двигаюсь, что я прихожу на семинары, я к ним готовлюсь, я о чем-то думаю. У меня возникает многообразие других подготовительных актов для того, чтобы осуществился вот этот акт.